Март стал месяцем активной подготовки инжинирингового центра Савелмаш к проверке государственной комиссии и получению заключения о завершении строительства. Осуществлялся монтаж вентиляции, выполнялась сварка труб и обвязка коллектора хладоцентра. Монтировалось отопление на третьем этаже. Было смонтировано освещение в ряде помещений, где работают сотрудники Савелмаш, в том числе в лаборатории. Работы по внутренней отделке развернулись на всех этажах. Была выполнена смарт-пленка на стекла выставочного зала в административно-ботовом корпусе. На втором этаже АБК были смонтированы межкомнатные перегородки. Завершилась отделка потолка над входной группой эркера и установка наружного освещения. Были смонтированы прозрачные козырьки у главного входа. Продолжилась чистовая отделка в санузлах, укладка плитки. На третьем этаже производственной части продолжились стяжка пола, монтаж вентиляции и отопление. Монтировался заслон для уличного воздуха на входе АБК. Велась пуска, наладка оборудования. На стройплощадку Сывалмаш прибыла посылка из Китая. В ней вращающиеся двери для холла первого этажа, станок для намотки терридальных сердечников и другой полезный груз. Разгрузку контейнера и очистку площадки от снега ввел новый многофункциональный погрузчик. В марте проектно-конструкторское технологическое бюро посетила комиссия во главе с генеральным директором Технополиса Москва Геннадием Дегтевым. Затем руководство особой экономической зоны провело совещание с резидентами по вопросам строительства и выполнению условий контрактов. Для Сывалмаш установили контрольный срок – до конца июля начать производство на территории ПКТБ. Производство начнется с выпуска трех моделей угла шлифовальной машины, сертификаты на которые своевременно получены. Компания активно занимается и другими разработками. На собственном оборудовании произведены корпуса под электродвигатели для квадрокоптера. В печи выполнили первую плату контроллера угла шлифовальной машины. Изготовлялись детали для электромоторов и оснастки. Шли токарные работы по изготовлению втулки для ротора мотор-колеса. Уже сейчас Сывалмаш готова выполнять заказы на некоторые модели электродвигателей с совмещенными обмотками. Моторы с водяным охлаждением для тяжелых условий работы при высоких температурах, встраиваемые бесколлекторные асинхронные моторы вместе с частотником, двигатели для ростовых установок, монокристаллических материалов. Кроме того, компания принимает заказы на токарные, фрезерные работы и на лазерную резку. Вырученные средства идут на ускорение строительства и введение предприятия в эксплуатацию. В марте велись переговоры с потенциальными заказчиками на разработку электродвигателей. Представители компании КАМАЗ обсудили Сывалмаш вопросы приводов для электромобилей и договорились подготовить техническое задание на тяговый двигатель. Российский производитель лифтов заинтересовался безредукторной лифтовой лебедкой Сывалмаш. Представители завода посетили ПКТБ, обсудили сотрудничество и наметили план действий. Поставщики профессионального электроинструмента в России выразили готовность организовать тестирование углошлифовальной машины разработки Сывалмаш у своих потребителей. Очевидно, что услуги ПКТБ уже востребованы и клиенты ждут, когда инжиниринговый центр начнет выполнять заказы. Дмитрий Дунов озвучил промежуточные итоги финансирования проекта. По данным на первую половину марта сумма необходимых для завершения строительства инвестиций сократилась до примерно 400 млн 950 тысяч рублей по сравнению с началом ноября 2023 года. Тогда нужная сумма составляла более 742 млн 600 тысяч рублей. В течение марта данные по привлеченному финансированию менялись. Целевая сумма может корректироваться в будущем в зависимости от обстоятельств. Ясно одно, чем быстрее в Сывалмаш будет привлечено нужное финансирование, тем раньше будет завершено строительство ПКТБ. Ваши инвестиции сейчас очень нужны, чтобы строительные работы шли в нужном темпе. В Китае продолжается развитие проекта по созданию инновационных летательных аппаратов, на которые планируется использовать двигатели с совмещенными обмотками славянка. В провинции Джэдзян состоялась правительственная конференция, на которой был представлен этот проект. В числе спикеров выступил руководитель компании АСПП Вэйхай и партнер Сывалмаш Виктор Арестов. Он отвечает за электроприводы летательных аппаратов проекта. Благодаря деятельности Виктора технология славянка получает все более широкое признание в профессиональных и бизнес-кругах Китая. Электродвигатели, модернизированные по технологии совмещенных обмоток, Виктор Арестов серийно производит в Китае на предприятии АСПП Вэйхай. В свою очередь, в России их использует для своих разработок производственная кооперация «Ресурс». В марте прошло тестирование электрокарты с двигателем DA95S, подготовленного инженерами «Ресурс». Машины испытали профессиональные пилоты. Результатами все остались довольны. После внесения корректировок электрокарт будет испытан на открытой трассе. Финансирование проекта приближается к завершению, поэтому мы планомерно сокращаем число специальных предложений для инвесторов. Так, в марте завершилась возможность увеличить оплаченный инвестиционный пакет. С 20 апреля мы закрываем возможность восстановить рассрочки, которые были отменены в 2018 году. Напомним, что 1 января то же самое было сделано для рассрочек 2017 года. Чтобы восстановить рассрочку, достаточно внести всего один ежемесячный платеж. После этого вы сможете покупать доли по высокому дисконту, который действовал на старте проекта. В случае окончательной отмены рассрочки вы потеряете большую часть долей, которые содержит ваш пакет. Новая акция марта – золотая коллекция. В ней мы отказались от привычных призов в виде инвестиционных долей. Максимум пользы для проекта и эксклюзива для вас. Золотая коллекция – это ограниченное число пакетов по доступному вам дисконту. 40 пакетов по 5000 долларов, 150 пакетов по 2000 долларов, 1000 пакетов по 500 долларов. Купите любой из них за один платеж и получите уникальные призы. Неповторимый именной мерч символика проекта и сертификат держателя пакета. Подробности доступны по ссылке в описании. Вебинары Solar Group в марте стали еще полезнее. Теперь, участвуя в них, вы не только узнаете новости проекта и компании, но и получите промокод на скидку 10 долларов. Это позволит вам сэкономить при покупке или увеличении инвестиционного пакета. Расписание всех вебинаров вы найдете в личном кабинете в разделе «Мероприятия». Регистрируйтесь и получайте промокод на скидку по электронной почте. В марте победитель лотереи Solar Group инвестор из России Евгений Мешков получил свой приз – электромобиль «Чанган». Ключи от автомобиля вручил ему личный генеральный директор Solar Group Сергей Семенов. После этого Евгений побывал в проектно-конструкторском технологическом бюро «Соволмаш», где пообщался с Дмитрием Дуйновым и поучаствовал в экскурсии от Александра Судрева. Евгений по профессии инженер. Он один из первых инвесторов. Поверил в проект «Двигатель Дуйнова» еще на самом старте и продолжал инвестировать все годы. Его история – это пример того, как наш проект может сделать счастливым каждого участника, а особенно тех, кто инвестирует давно и регулярно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова